Данный материал содержит элементы рекламы. Первое место в этом списке делят между собой около 20 государств. Это Тувалу, Южный Судан, Малави, Боливия, Гвинея, Сомали, Ангола, Самуа, Мальдивы, Каддиуар, Камбоджа, Нигерия и другие страны. Вот, оказывается, самые гостеприимные страны мира. Но ты знаешь, вот из этого списка можно на Мальдивы слетать, если они такие гостеприимные. Ну и Камбоджа, по-моему, тоже неплохая страна. Вообще в половине из этих самых гостеприимных стран тебя могут съесть. Съесть, да, особенно в Южном Судане где-нибудь. Последние три строчки в этом рейтинге, последние места занимают Северная Корея, да, потому что попробуй попади, Туркменистан и Афганистан. Так. Самой гостеприимной страной на постсоветском пространстве признан Узбекистан. Занимает 25-е место в рейтинге. Ну что ж, с этого начали. Будем говорить о том, с чем связана сегодняшняя дата. Поэтому поехали. 2 марта 1831 года Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой. Ну а 2 марта 1956 года Марокко получила независимость от Франции. Вот такие вот новости. Далее еще несколько интересных событий, связанных с этой датой. 2 марта празднуется день рождения компакт-диска. В этот день в далеком 1983 году три ведущие компании представили в Лондоне первый компакт-диск с записью Девятой симфонии Бетховена. На 12-сантиметровом диске лазером была выполнена запись, которая занимала больше часа времени и воспроизводилась на лазерном проигрывателе. Сначала на оптических компакт-дисках были только аудиозаписи, но впоследствии стали появляться более совершенные диски CD-ROM, CD-R, CD-RV. Базельский карнавал или фаснахт – традиционный красочный карнавал пройдет сегодня в Швейцарии. Базельцы ответственно относятся к карнавалу и потому подготовку к нему начинают за несколько недель. Шьют костюмы, готовят маски, репетируют выступления. Кстати, к участию в праздничных шествиях допускаются только члены так называемых клик – карнавально-музыкальных союзов, руководители которых заранее подают заявку на участие в карнавале. Необычный праздник отмечают жители Соединенных Штатов Америки каждый год 2 марта – День торта или пирога с банановым кремом. Торт, основным ингредиентом которого являются бананы, можно приготовить в виде маффина, кекса или слоеного торта. В банановый торт не запрещено добавлять шоколад и грецкие орехи. Орехами можно украшать торт сверху. В качестве прослойки подойдет творог. Отдельно готовится глазурь, в нее можно добавлять алкоголь. Девушки в Азии уделяют особое внимание уходу за кожей и тратят на это намного больше времени, чем девушки из Европы. А все потому, что они твердо убеждены, что женщина красива, если у нее красивая и ухоженная кожа. Кстати, не так давно… Ты где-то близко кисти нет. Ты не так давно, помнишь, рассказывала, что была на концерте Кейка Мацуэ, и она для своего возраста, но она вообще не выглядит соответственно своему возрасту. Прямо в два раза моложе можно ее воспринять. Учитывая восточную философию, использование декоративной косметики отходит на второй план. Так что хотите выглядеть молодо в 30, ухаживайте за своей кожей ежедневно с 20 лет. Вот что говорят девушки в Азии. И так думает большинство, например, корейских девушек. А мы расскажем прямо сейчас о корейской системе ухода за лицом. Кожа кореянок, как правило, выглядит безупречно. Идеально гладкая, чистая, ну просто фарфоровая. Начнем с того, что они не маскируют недостатки внешности с помощью косметики, а предпочитают исправлять их. Поэтому в Корее больше популярна уходовая, а не декоративная косметика. Корейская система ухода за кожей лица включает в себя 10 этапов. Кажется, что их слишком много, но на самом деле это основные ритуалы красоты, разбитые на несколько частей. Не следует ежедневно выполнять все шаги, их можно и нужно комбинировать, исходя из типа вашей кожи и ее потребностей. Кореянки строго придерживаются последовательности нанесения средств и соблюдают интервал минимум в 5 минут, перед тем, как перейти от одного шага к другому. На такой уход в среднем тратится около часа-двух в день. Первый этап – избавление от мейкапа при помощи мицеллярной воды или гидрофильного масла, которые прекрасно очищают кожу и сами легко смываются обычной водой, не оставляя жирных и липких следов. Следующим этапом очищения будет умывание с использованием пенки, муса или геля. Обязательно выбирайте продукты, ориентируясь на ваши потребности. Гель лучше подойдет для жирного и комбинированного типа кожи. Пенка имеет легкую пористую структуру и подходит для любой кожи. Действует деликатно, мягко удаляя загрязнение, не оставляя после себя чувства дискомфорта. И, наконец, третий завершающий этап – пилинг, который окончательно освобождает поры и избавляет от омертвевших клеток, позволяя коже активнее регенерировать. После такой жесткой очистки кожи требуется увлажнение. Для восполнения водного баланса и устранения чувства сухости и стянутости корейские девушки используют тонеры. Не путать с тоником – это азиатский продукт, богатый питательными веществами, без содержания спирта и с высоким содержанием гиалуроновой кислоты. Еще один шаг к увлажнению – использование эссенции. Этот этап нужен для усиления эффекта от тонера. Используется средство с быстро впитываемой жидкой структурой и с содержанием полезных компонентов – пептиды, витамины и минералы. Далее следует уход в виде сывороток и ампул, в которых содержится большое количество активных веществ. Обычно курс их применения составляет от двух до четырех недель. Этапы корейского ухода за кожей были бы неполными, если б девушки оставляли без внимания нежнейшую зону век. За кожей вокруг глаз кореянки ухаживают с особым трепетом. И дело не только в кремах. Они и у любого европейского бренда есть. Корейская ноуха у гелевые патчу под глаза, которые содержат коллаген, разглаживают мелкие морщинки и осветляют синеву. Еще один постоянный участник корейского бьюти-ритуала – ткневая маска. Она, как правило, сделана из хлопка и содержит натуральные экстракты – алоэ, молочные протеины, улиточную слизь, глину и т.д. Маски позволяют восполнить недостаток влаги и дать коже необходимое питание. Некоторые девушки пользуются ими каждый вечер. Для закрепления эффекта от уходовых процедур корейские женщины используют эмульсии, которые запечатывают все полезные компоненты в коже лица. С утра и перед выходом корейские девушки используют кремы с СПФ. Азиатки очень серьезно относятся к защите от ультрафиолетового излучения. Благодаря этому рынок азиатской косметической продукции характеризуется одними из лучших в мире солнцезащитными средствами. Умение подчеркивать достоинства и скрывать недостатки за счет макияжа на самом деле сложно переоценить. Ну и прямо сейчас мы с вами поделимся лайфхаками дневного макияжа. Смотрите и записывайте. Первый лайфхак для макияжа. Корректор можно использовать в качестве тонального крема, если разбавить его термальной или увлажняющей водой. Вы сможете регулировать плотность своего тонального средства. Чем легче и прозрачнее вам нужно покрытие, тем больше добавляйте воды. Второй. Нанесите сначала разбавленный корректор на все лицо. Оставшиеся несовершенства перекройте неразбавленным корректором. Третий. Чтобы брови выглядели выразительно и естественно, используйте две кисти. Скошенную и плоскую и два оттенка теней. Чуть темнее и чуть светлее. Наберите на скошенную кисть темные тени и подчеркните изгиб и кончик бровей. А плоской кистью растушуйте светлые тени в начале брови. Четвертый лайфхак. Чтобы быстро сделать свежий дневной макияж, используйте стойкие кремовые тени персикового или розового цвета. Нанесите их кистью или пальцем на веки и яблочки щек в качестве румян. Пятый. Во внутренний угол века нанесите светлые сияющие тени. Их же используйте как хайлайтер. Шестой. Нанесите карандаш на верхнюю слизистую, стараясь заполнить ресничный край. Так взгляд будет выразительнее, ресницы гуще, а подводки видно не будет. Седьмой. Используйте на нижнем веке насыщенный карандаш цвета глаз, чтобы сделать их ярче. Растушуйте бежевыми тенями. И восьмой лайфхак. Чтобы сделать губы объемнее, возьмите два карандаша. Более темный нанесите по краям, а светлый по центру губ. Легкий дневной макияж готов. Печенье-орешки. Такое приятное воспоминание с детства. И каждый раз, на самом деле, проходя мимо этих печеней где-нибудь в магазине, я начинаю захлебываться слюной и пытаться пройти мимо, и это не всегда получается. На самом деле, не обязательно их покупать, потому что дел там на полчаса, а удовольствие-то сколько. Вот это песочное тесто, а это прекрасная сгущенка, которая так и тает во рту. И, кстати говоря, эти печенья отлично переносят заморозку, как оказывается. Можно испечь необходимое количество, а остальное все отправить в морозилку и не съедать все за один присест. Рецепт рассчитан на приготовление 60 орешков. Для теста нам понадобится 200 граммов сливочного масла жирностью 82,5%, 2 яйца, 100 граммов сахара, 2 грамма соли, 2 грамма разрыхлителя и 420 граммов муки. Масло заранее нарезаем на небольшие кусочки и растапливаем на огне выше среднего. Отставляем его пока в сторону, даем немного остыть, а сами перемещаемся на рабочую поверхность. В чашу разбиваем яйца, добавляем сахар. При желании можно добавить пару чайных ложек ванильного сахара. Миксер использовать не нужно. Перемешиваем все венчиком до объединения ингредиентов. Вливаем остывшее сливочное масло и перемешиваем до однородности. Теперь просеиваем сухие ингредиенты, муку, разрыхлитель и соль. Тесто очень легко замешивается при помощи лопатки. Получается мягким и нелипким. А теперь перемещаемся на плиту, где нас ждет наша форма. Ее в закрытом виде нужно хорошо разогреть. Затем убавляем огонь и раскладываем тесто. Хорошо сжимаем форму, чтобы тесто равномерно распределилось в ячейках. Готовим примерно 2 минуты до румяного цвета. Отделяем печеньки друг от друга при помощи ножа и перекладываем на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы оно впитало лишнее масло. Повторяем все то же самое, пока тесто не закончится. Вот такие скорлупки у нас в итоге получились. Теперь пришло время их начинить. Мы будем использовать вареную сгущенку. Для удобства лучше поместить начинку в кондитерский мешок. Щедро наполняем половинки и соединяем между собой, чтобы сгущенка схватилась и печенье не развалилось. А еще в одну из половинок можно добавить грецкий орех. Его нужно предварительно разогреть на сковороде, чтобы раскрыть вкус. Также в сгущенку можно добавить обрезки, оставшиеся от скорлупок. Готовое печенье оставляем на пару часов в плотно закрытом контейнере или банке для пропитки. Приятного аппетита! Корица – одна из самых популярных в мире специй. Да, какая вкусная. И кофе можно посыпать корицей. И пирог какой-нибудь цитрусовый с корицей. Да что ты опять о выпечке, да? Ты же знаешь, что я на диете. Вообще-то корица полезна для здоровья. И в чем удивительные ее свойства, и сколько ее можно съесть за день. Об этом далее. Особенно если не сочетать ее с тестом. Корицу используют на протяжении многих веков. А сегодня ученые открывают новые полезные свойства. Например, антиоксиданты корицы снижают уровень холестерина, триглицеридов и нормализуют кровяное давление. Все это относится к факторам риска и шимической болезни сердца. Коричный альдегид в составе корицы дублирует функцию гормона инсулина и помогает людям с диабетом второго типа понизить сахар в крови. Пряность снимает чувство тошноты и улучшает пищеварение, делает крепче иммунитет и приводит организм в тонус, способствует развитию зрительной памяти, улучшает кровообращение. И это только малая часть всех заслуг корицы. Рецепт напитка со специей. Насыпьте молотую корицу в стакан, залейте горячей кипяченой водой и оставьте на полчаса. Когда смесь остынет, добавьте мед и уберите в холодильник до утра. Выпивайте половину стакана перед завтраком и половину перед сном. Корица также активно борется со старением и увяданием кожи. Коричный альдегид способствует биосинтезу коллагена первого типа. Это усиливает антиоксидантные, противовоспалительные и солнцезащитные свойства кожи. Только цейлонская корица, она же настоящая, обладает всеми перечисленными плюсами. К тому же у нее очень приятный сладкий аромат. Корицу можно добавлять в готовые блюда, чай и кофе, а еще ее используют для похудения. Добавьте чайную ложку корицы в стакан с кефиром и перемешайте. На утро напиток для снижения веса готов. Данный материал содержит элементы рекламы. Австралию на Евровидении 2023 представит группа Voyager. Стоп, вот я каждый раз удивляюсь, когда Евровидение и Австралия, да. Да, да, да. Артисты уже отреагировали на возможность выступать в Ливерпуле. Цитата далее. Как группа мы активно готовились выступить с тех пор, как Австралия объявила о своем участии. И думать, что мы наконец сделали это, для нас одновременно сюрреалистично и совершенно умопомрачительно. Наши фанаты были настолько неотъемлемой частью нашего пути к этому моменту, что мы не можем дождаться, чтобы разделить эту дикую поездку вместе, заявили музыканты. Это, кстати, прогрессивная поп-металл группа. И вот тут у меня сразу вопрос возникает. Они с фанатами, во-первых, Австралия, что потеряла на Евровидении, во-вторых, поп-металл. И в-третьих, они что, с фанатами собрались выступать? Ну, вполне возможно. Надо же брать всех с собой. Тут, понимаешь, по месту и так все разберутся. А вот ребятам из Австралии сложнее немножечко. С другой стороны, я бубню на тему того, что Австралия участвует. А с другой стороны, Узбекистан, Турция. Ну ладно, Турция, там хоть часть кусочки Европы-то есть. Кто еще там был? Грузия и так далее. Ну, сложно назвать представителями европейского континента. А с другой стороны, я вспоминаю песни, которые Австралия представляла. Ну, хорошие песни бывают. Да, я не помню. Да, я и даже помню девочку, которая второе место заняла в один год. Дамиэм, по-моему, ее звали. А я даже помню мальчика, который пел, как девочка. Хорошо, правда, пел, но да. Да, команда музыкантов австралийских. Опять же, призвание этого конкурса объединяет людей вокруг музыки, да? А мы тут копаемся. Так. Команда музыкантов существует с 1999 года и выпустила 7 полноценных альбомов, последний из которых вышел в 2019 году. Их музыку можно охарактеризовать как сочетание дрим-театра и депеш-мод, если кто знает группы дрим-театр. Австралия участвует в конкурсе Евровидения уже восьмой раз, то есть всего участвовала, принимала участие 7 раз на данный момент. В 2015 году ей удалось занять пятое место. В 2016 страна выбрала себе второе место. И пока это лучший результат. Как-то так. Следим за Австралией. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дизайнеры из Украины Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, касательно дорого Вы понимаете, что цена Она складывается из многих компонентов В том числе Или базовая составляющая Это Сырье Так вот у нас в Молдове Сырье не производится Это все закупается И учитывая обстоятельства В которых мы находимся Учитывая кризисы Разносторонние Эти цены На закупочное сырье Они гораздо повысились И более того Наши предприниматели Они Ставят большой акцент на качестве продукции То есть это и фурнитура качественная Это и подкладка и так далее Более того они Задаются вопросом защиты окружающей среды Эти мероприятия Тоже имеют определенную цену То есть они Используя качественное сырье Заботясь об отходах В результате этого сырья Они Используют Или закупают определенного уровня оборудования Проводят разные мероприятия Для того чтобы снизить отходы Все это имеет влияние На конечную цену Я про другое Формирование мнения для конечного потребителя У нас здесь в стране Почему я должен купить Молдавского производства вещи А не например итальянские Потому что таким образом Вы поддержите молдавского производителя Потому что вы будете иметь тот же уровень качества Потому что наши производители Шьют для итальянских брендов Многие другие бренды Они предоставляют услуги По пошиву одежды Для довольно знаменитых брендов Поэтому стоит Попробовать Поискать свой личный бренд у нас в стране Потому что таким образом Вы поддержите производителя Который создает рабочие места Который платит налоги И который пытается выжить Не отказался от идеи Быть здесь в Молдове И что-то строить рядом с нами Мне кажется, что это хороший аргумент Приведу пример У меня есть знакомый в Германии Ему надо было красить машину Там это стоит космических денег Я говорю, приедешь сюда, тут покраситься Все намного проще и дешевле Он говорит, нет Я буду тратить деньги у себя в стране У себя совершенно нет Это иногда бывает очень важно У меня возникает тогда вопрос Исходя из всего, что мы обсудили Об открытости мероприятия Кто может попасть? Кто угодно? Да, это открытое мероприятие Билеты, запуск, продаж билетов Уже случится на днях Поэтому следите за нашими страничками На Фейсбуке, в Инстаграме Вся информация открыта Мы будем продавать через платформу Специализированные И что стоит знать Что мероприятие построено на слотах То есть у нас в одном слоте Будет три бренда Вы можете купить себе билет на весь день На все 12 брендов А можете купить билет только на три бренда Которые вам кажутся наиболее интересными Где и когда Медиакорп 18 марта Начиная с 15.00 Так, ну что, я думаю, если вам интересны молдавские бренды Вы теперь знаете, что 18 марта В медиакоре В медиакоре Да, можно прийти и посмотреть много всего интересного Татьяна, благодарим вас за медиа Подожди, это не все У меня есть еще один вопрос Вы говорили, что есть еще мероприятие То есть если тут участвуют самые известные молдавские бренды То есть мероприятие, где вы достаете из загашников какие-то менее известные Да, совершенно верно Когда это будет и как туда попасть? Сентябрь месяц Анзип Молдаван Дизайнерс Это как раз таки модный показ, но уже для молодых дизайнеров, которые еще не утвердились, которые пробуют что-то новое И вот там это уже будет скорее шоу, нежели модный показ И там вы сумеете для себя открыть неожиданные таланты, которые таятся в нашей стране А они такие есть Они есть, а есть ли шанс у молодых талантов как-то вот выйти на уровень тех, кто давно на рынке? Безусловно, мы над этим работаем, мы оказываем им разного рода поддержку, тренинги Да, да, поэтому мы как раз этими занимаемся И мы очень надеемся, что через пару лет мы будем иметь большое количество талантливых, молодых и амбициозных дизайнеров Татьяна, вам спасибо за визит Вы, надеюсь, что-то полезное для себя почерпнули Продолжаем поддерживать молдавских производителей и продолжаем наш выбор Данный материал содержит элементы рекламы Данный материал содержит элементы рекламы Наши коллеги продолжают свое путешествие по Вьетнаму Интересно, необычно, захватывающее При этом у каждого из ведущих свой собственный Вьетнам Какое, кажется, ближе для вас Может, у вас получится реализовать свое путешествие в эту необычную страну В этом ресторане подают блюда из собак Вот, видите, тит-чо В переводе с вьетнамского как раз и означает «мясо собаки» И все-таки подобное является нормой далеко не для всех Например, в Ханое живет человек, который всю жизнь пытается изменить отношения к собакам среди вьетнамцев Сейчас познакомлю Зовут этого человека Нгуэн Бао Синь Он художник, скульптор, писатель, поэт и даже тренер по боксу Вот он в золотисто-красном одеянии Руководит этой красивой церемонией И мне кажется, вы ни за что не догадаетесь, чему эта церемония посвящена Ты находишься на буддийском погребальном обряде Прямо сейчас все эти люди молятся за душу умершей собаки А когда умирает человек, проводит такую же церемонию? Да, абсолютно такую же Бао Синь – первый и, думаю, единственный человек Который фактически уравнял в этом праве человека и домашних животных И стал проводить в память о них такие ритуалы Мы подготавливаем подношения из фруктов и цветов Кремируем собаку А прах либо забирает хозяин, либо захоранивается в пруду После того, как прах собаки погружается в воду, ее душа начинает перерождение Она попадает в один из шести миров сансары Все зависит от поступков, которые душа совершала при жизни От кармы Лучшие души попадают в первый мир – мир богов Затем идет мир демонов Мир людей Мир животных Мир голодных духов Ну и низшая ступень – мир с адскими существами Я допускаю, что человек может совершать плохие или добрые дела Но ведь собака – совершенно безвинное существо Как ее можно в какую-либо категорию определить? Я верю, что собаки, как и люди, совершенно разные Без этого просто невозможна гармония вселенной А вообще началось все, как говорит самбо осень, с заботы о теле животных Так появилась лечебница и отель для собак и кошек А потом он почувствовал потребность позаботиться и об их душе И построил на территории собственного дома пагоду и мемориал Первой на этом месте была погребена любимая овчарка самого Бао Синя – Ами С тех пор эта пагода видела больше пяти тысяч вот таких церемоний Это своего рода искупление Начнем с того, что заводить собак во Вьетнаме разрешили только с 1986 года До этого людям за это грозил штраф и даже тюрьма Почему? В военные годы люди и сами ели выживали Доходило до того, что когда собака умирала, люди не хоронили ее, а использовали как пищу Я тебе скажу больше Когда мне было 25-30 лет, мне и самому приходилось есть собак, чтобы не умереть с голода Да и в целом не секрет, что в нашей стране с древних времен существует традиция потребления собачьего мяса А как сегодня обстоят дела с этой традицией? К счастью, все меньше людей сегодня едят собак Особенно среди молодежи Если выяснится, что, допустим, молодой человек таким занимается, большинство девушек даже не станет заводить с ним отношений Вообще, появление такого места во Вьетнаме достаточно парадоксально, учитывая все-таки исторические особенности Как люди отнеслись к появлению такого места? Ну, скажем прямо, многие решили, что я сумасшедший Более того, моя жена, когда я начал ухаживать за собаками, настолько не переносила их запах, что даже отказывалась спать со мной в одной кровати Я даже вот такие стихи написал тогда С работы возвращаюсь, встречает не супруга Пес прыгает, ласкаясь, нет преданнее друга Тот факт, что собака для многих вьетнамцев сегодня друг и член семьи, а не, простите, еда, не заметить сложно Давно я не встречала столько счастливых, ухоженных и одетых с иголочки собак на улицах города Отрицать вклад Бао Сини в эти изменения совершенно точно невозможно Я просто люблю собак с детства При том, что в пятилетнем возрасте меня собака очень сильно покусала Но это ничего не изменило Со мной всегда рядом был четвероногий друг Даже во время десятилетней службы в армии Наверное, это просто моя судьба От нее не уйти Вьетнам, конечно, совершенно уникальный Даже не думайте сравнивать его с другими азиатскими странами Здесь есть то, чего не встретите больше нигде Вот, пожалуйста, самая большая в мире керамическая мозаика Ее длина больше шести километров Здесь изображена вся история Вьетнама Создавалась она три года к празднованию тысячелетия Ханое Так что к праздникам здесь готовятся заранее и с размахом И мне повезло быть приглашенной на один из них Коля, вот и снова встретились Такая толпа, еле вас нашла А что за праздник? Это праздник народной мелодии, народной песни Каждый год ровно на три дня это место становится кажется самым шумным во Вьетнаме Здесь одновременно работает с десяток сцен, больших и маленьких И одновременно поют десятки людей, тоже от мала до велика Коля, здесь такая катафония, из каждого угла несутся разные звуки Они поют «Семный день» Песни говорили о дружбе и виды Исторический фестиваль был своего рода клубом знакомств Мужчины и женщины устраивали кокетливые песенные переклички, создавая импровизированные дуэты И частенько эти дуэты становились впоследствии семьями Ну а сегодня почувствовать себя вьетнамской звездой Судя по всему может вообще любой желающий Ну вот вообще любой Вьетнам только сначала пугает своей неординарностью Здесь даже в хаосе существует свой порядок А несъедобные на вид блюда оказываются вкусными Здесь, несмотря на все стереотипы, любят животных А душа у людей поет в любую погоду Здесь понимаешь, что прежде чем навешивать любые ярлыки Стоит во всем как следует разобраться Это я забираю с собой В сети появился дублированный трейлер фрэнко-бельгийской семейной ленты «Король львенок», Которая представляет собой трогательную историю дружбы животного и двух подростков По сюжету львенок по кличке Кинг сбегает при перевозке прямо в аэропорту Животное оказывается в новой среде И случайным образом забредает в дом двух школьников 12-летней Инессы и 15-летнего Алекс Подожди, ты сказала это король львенок Это история о дружбе львенка и двух подростков И двух подростков Я думал история была другая И судя по всему у этих подростков еще отдельный дом есть Я не знаю, история умалчивает о том, есть ли там родители Я-то думал это история о маленьком львенке, обезьяне и гиенах Оказывается нет Немножечко да, что-то поменялось После пропажи Кинга власти сразу же оповещают общественность о случившемся И начинают масштабные поиски, чтобы вернуть львенка в клетку У брата и сестры на данную ситуацию совершенно иной взгляд Они решают отвезти короля львенка обратно в Африку Так Хорошо, что это только мультик Потому что зачастую львенок, который родился в неволе Скорее всего не выживет на воле В Африке Сбежав из дома, дети объединяются со своим веселым дедушкой Ты понимаешь, что стар, что млад Плохо думают, что те, что другие И вместе они отправляются в удивительное путешествие Знаешь, что мне это напомнило? Дядю Федора, который отправился жить в деревню И подружился там с почтальоном Печкиным Да, да, да Котом, собакой и вся эта остальная история Ну сложно назвать это дружбой Конечно На самом деле, потому что у них вечно споры происходили До того момента, пока они ему велосипед не подарили Ну, в общем, история такая Мультфильм этот обязательно посмотрим Эту ленту А пока продолжаем утро Кто же не мечтает получить все, о чем мечтается И при этом даже не напрягаться особо Просто так, да? Просто так же не бывает Ну, ты знаешь, есть такие люди, которым иногда просто везет Ни с того, ни с сего Тем не менее, астрологи утверждают Что в ближайшее время Представителей двух знаков зодиака Ждет именно тотальное Вот такое, как я и упомянула Везение Так, так Первыми поцелуй фортуны Ощутят на себе раки Прилив невероятных сил Позволит им замахнуться На крайне сложные, но перспективные дела Вторые везунчики Львы Им стоит попробовать силу на руководящей должности Что придется по вкусу Властолюбивым представителям этого знака Главное не перегибать палку Не превозноситься над окружающими Хотя причины для того найдутся Ожидаются крупные финансовые поступления Вот такая вот история По крайней мере, то, что обещает гороскоп А что звезды обещают вам прямо сегодня? Давайте посмотрим далее ОВИН ОВИН Порадует новости, которыми поделятся близкие люди Вероятно, какие-то приятные события в семье Они вдохновляют вас, наталкивают на какие-то интересные мысли Не исключено, что именно сегодня вы примете решение, которое положит начало большим переменам к лучшему ТЕЛЕЦ День отлично подходит для общения с людьми, которые многое знают Даже те, кто прежде не делился важной информацией, сейчас готовы ответить на ваши вопросы Чужой опыт помогает принимать верные решения БЛИЗНЕЦЫ Не всегда удается избежать недопонимания с близкими Но оно обычно связано с какими-то мелочами В серьезных же вопросах царит единодушие Поэтому все острые углы вы легко сгладите Стоит пообщаться с людьми, которые раньше уже давали вам толковые советы РАК Благоприятный день Вы уверены, что сможете реализовать все задуманное Окружающим это очень нравится Это отличное время для решения организационных вопросов Составления каких-то официальных документов ЛЕВ Настойчивость помогает добиться того, что прежде казалось невозможным Это касается не только деловой сферы, но и личных отношений Вы не отказываетесь от задуманного, как бы не складывались обстоятельства Это многим по душе ДЕВА День благоприятен для общения Вы хорошо ладите с людьми, легко находите друзей Многим нравится слушать вас Не стесняйтесь рассказывать о своих победах и достижениях Обаяния помогают в решении деловых вопросов ВЕСЫ Окружающие не всегда хотят прислушиваться к вашим советам Из-за этого порой возникают напряженные моменты Но интуиция подсказывает вам Лучше не спорить, а постараться сгладить острые углы Именно так вы и поступаете, поэтому гармония в отношениях вскоре восстанавливается Скорпион Даже если сделать нужно будет гораздо больше, чем обычно У вас останется время и для общения с близкими Найдется масса тем для разговора Даже обсуждать какие-то пустяки очень интересно Вечер обещает знаки внимания, которым вы будете рады Приятные сюрпризы Стрелец Отличный день Решаются финансовые вопросы, в последнее время обеспокоившие и вас, и ваших близких Скорее всего, выяснится, что тревожились вы зря Все складывается наилучшим образом Нет причин опасаться серьезных потерь Козерог Все, что вы делаете, вызывает неподдельный интерес у окружающих Кое-кто наверняка захочет познакомиться с вами поближе Вероятно, начало дружеских отношений или романтической истории Водолей Вы наверняка найдете способ отвлечься от рутины Провести свободное время так, чтобы интересно было и вам, и вашим близким Это хороший день для маленького домашнего праздника Вечеринки для самых близких Рыбы В целом день благоприятен Единственная сфера, где требуется осторожность – финансы Это не лучший день для спонтанных покупок Каких-то дорогостоящих развлечений Или сделок в прозрачности и необходимости которых вы не уверены И снова добрейшего вам утра, наши дорогие и горячие любимые Ну что ж, как всегда, масса интересных предложений с утра Поэтому готовьтесь не упустить момент, когда звонить А подробнее расскажет нам Ольга из компании Topshop Доброе утро Доброе утро Я обожаю свитера с оленями И пледики с оленями тоже обожаю Так, я пытаюсь разглядеть Никогда не носил свитера с оленями, но вот видеть их на ком-то – это очень мило Вот, а пледик с оленем – это класс А вот у тебя сегодня есть шанс примерить пледик с оленем Да, тут, по-моему, еще даже снежинки Так, а давайте я разверну Так, Ольга, а вы пока вещайте, вещайте, что? Я тут пока вот этим всем занимаюсь Вы можете укрыться Так, а я что планирую делать Тут практически идеальная ситуация Вот нам бы еще тут на экраны запустили бы какое-нибудь видео костра, например, или камина Вообще было бы прекрасно Так, ты, главное, не прибалдей Вот в таком положении, еще укрывшись следом Укутаться надо Ну, в принципе, Дмитрий показал, как можно использовать это покрывало Да Так, а вы пока про него расскажите Я пока расскажу про его Хорошо А, ну ладно, давайте Это у нас устройство от вредителей Угу Тут получается, что в комплекте идут три штуки Они у них… Давайте я вам покажу А если вредители – это соседи, которые… К сожалению, нет В час ночи начинают громко петь Там есть другие методы Да, тут, извините, один-один-два и приходят уничтожители других вредителей Других вариантов нет Судя по всему, Ольга не только сотрудник компании «Топ-шоп», но и сотрудник… Полиции Один-один-два Ну, у меня просто буйные соседи, но я не вызывала их Ну, часто вижу их на лестнице Кого? Соседи не вызывали? Вот этих людей, незнакомых людей в знакомой форме, назовем их Вот такое вот устройство, оно получается, что работает от сети Мы его в розетку засунули, и он издает вот этот вот ультразвук Который действует именно на вредителей Такие как там комары, всякие таракашки, может быть даже нет-нет мышки Самое главное, что вот это вот устройство, оно никак не влияет плохо на домашних животных Таких как собаки, кошки, попугаи То есть можно спокойно включать вот это вот устройство И уходить, делать что надо, приходить в дом, и все будет нормально Можно, вот тут даже показано, что можно даже в принципе ставить в розетку, которая рядом с вами Так На людей это тоже плохо не действует Радиус действия одной вот такой вот штуки, это 50 квадратных метров В комплекте, то есть в коробке у нас сразу же продаются 3 штуки Стоит 499 леев, это 3 штуки Но сегодня акция получается, что вот 3 коробки получается Это 3 плюс 3 плюс 3, итого 9 Да, за 999 леев, у нас скидка получается 33% на вот это вот устройство от вредителей Тогда сразу вопрос, а на сколько хватает одной вот такой кассеты? Она, то есть пока у вас есть электричество Ага Устройство, которое от комаров, вы залили туда что-то И пока оно это не испарится, оно действует Пока у вас есть электричество Ультразвуковой динамик, который работает пока он живой Его не надо поддержать Так, хорошо, теперь по пледику По пледику А то я тут так уже под него прилип Прибалдели, да? Смотрите, а у нас получается, что по акции это 3 комплекта вредителей От вредителей за 999 леев Если наши клиенты покупают вот это вот, то они имеют эксклюзивную скидку на вот прекрасный плед, который сейчас Дмитрий укрылся Что это? Это у нас покрывало или плед называемый Размер 140 на 2 Есть только вот в таком вот серо-белом цвете Сделан вот этот вот плед из, там идет замешана шерсть с полистером Единственное что, то есть если я всегда говорю, можете не переживать, можно стирать в стиральной машинке Это не тот вариант Это стирать в стиральной машинке нельзя Только химчистка, да? Можно ручную Можно химчистку, конечно же, либо ручками ручками А, логично, я и забыл про такой вариант Да, да, да Совсем разленился У меня есть ощущение, что плед прямо жаркий, потому что Дима краснеть начал Да, правда? Ты перегрелся Но он достаточно теплый Я просто начал раздеваться под пледом, поэтому краснею, стесняюсь Его можно использовать вот так Да Можно, в принципе, постелить на пол и деток Как коврик Угу Детям Коврик, ладно А там у нас даже предполагают, что можно постелить в домик для собачки и кошечки Ну, если вы сильно, слишком любите собачку Если вы очень любите, да, собачку или кошечку Да Можно просто выкрываться, можно как декор кинуть там на кресло, на диван Да Он очень симпатичный У него дизайн вот такой вот, тут цвета нейтральная Ну, очень хорошо, кстати, подходит под мою комнату Надо будет задуматься Что по цене? Что по цене? Так как это у нас натуральная шерсть в основном, то это стоит 2999 леев Угу Но Напоминаю, что если клиенты наши покупают вот эти вот три устройства за 999 леев Тут получается скидка 33% То они получают 67% скидку на вот это вот покрывало тоже по 999 леев Либо если не хотите это, то можете, пожалуйста, без проблем взять за полную То есть получается, если купить вот это плюс вот это, это будет дешевле, чем только вот это? Да, совершенно верно Интересно То есть только сегодня, только сейчас Только сейчас Можно с 999 леев Купить три комплекта от вредителей И плюс добавить еще 999 леев и получить вот этот вот замечательный плед с эксклюзивной скидкой именно только вот к этому набору Ольга, как всегда, спасибо за визит Спасибо вам большое Вы, наши дорогие и горячо-любимые, номер телефона видите на экране Я из-под него особо не хочу вылазить А ну оставайтесь Дима остается под пледом, а мы продолжаем наше утро Ну что ж, на этом будем с вами прощаться и желать отличного дня в продолжении Дмитрий Спиваков, Стелла Аксенова, начинали с вами это утро Мы завтра с вами в это же время и услышимся, и увидимся До встречи Пока Данный материал содержит элементы рекламы